О результатах деятельности правоохранителей перед депутатами сегодня отчитался начальник сочинской полиции. В целом ситуация в городе стабильная, отметил Сергей Огурцов. Неутешительная статистика лишь по преступлениям, совершенным в состоянии наркотического опьянения. В прошлом году УВД совместно с транспортной полицией изъяли более 11 тысяч доз закладок. 5 килограммов спайса на курорт завезли граждане Украины, отмечают полицейские. Вопрос профилактики наркомании в городе на постоянном контроле. Приняли сегодня депутаты и положение нового в администрации управления по профилактической работе с населением. А еще народные избранники сегодня утвердили 99 новых земельных участков для многодетных. Расположены они в селе Верхнениколаевское. Приняты и изменения в бюджет города на 2017 год. Увеличенную доходную часть решено потратить на решение социальных задач, в том числе ремонт бассейна на Паярка и центра доп. образования, известного как Вилла Вера. Отсюда же средства выделят на повышение зарплат бюджетникам, согласно майскому указу президента. Слово сегодня взяли и сами депутаты. Роман Бугайчук поинтересовался судьбой своего депутатского запроса. Из-за оползня дорога на улице Гвоздик, что в совхозе Приморский, разрушена вот уже 4 месяца. Хотелось бы сказать, что уже дважды там падали легковые автомобили. Но самое страшное – это прорыв старой трубы, в результате чего возможно полное разрушение живого дома с человеческими жертвами. В ответе на мой запрос по этому поводу руководитель департамента строительства Бомберге Иванович указал, что финансирование по данному мероприятию не предусмотрено и предложил вынести вопрос на сессию. В принципе, то, что я и делаю. Хотелось бы, чтобы вы меня поддержали, коллеги, и сделали запрос на главу города. Потому что я чувствую, что без вмешательства главы города, скажем так, мягко говоря, что ничего не сдвинется с места. Отличились и транспортники. Установить на месте ЧП дорожные знаки, ограничивающие движение большегрузов, они собирались 4 месяца. На улице Гвоздик они появились накануне сессии. Вымыло уже грунт из-под асфальтового покрытия, оно может, во-первых, обрушиться, и эта машина уйдет на дом. И кроме того, что там водовод пятисотка находится. Для того, чтобы оперативно решить этот вопрос, даже до сессии, я приглашал Ивана Ивановича, руководителей управления транспорта от Хостинской администрации, для того, чтобы решить оперативный вопрос. К сожалению, они не соизволили первые лица вот этих всех управлений прийти и для того, чтобы решить этот вопрос. Нужно реагировать. И это не просто хотение какие-то депутатов, это обращаются жители нашего города по этим направлениям. И надо на это реагировать. Доклад об исполнении депутатского решения от директора департамента строительства мэрии ожидается на следующей неделе. А вот заместитель главы города сегодня доложил народным избранникам об установлении размера единовременной платы за резервирование дополнительного места семейного захоронения. Квадратный метр на городском кладбище теперь обойдется в 14 тысяч рублей. В сельской местности в 8 с половиной. Расчет ввели по кадастровой стоимости земельных участков. В конце сессии депутаты обсудили не менее важный вопрос о создании ассоциации курортных городов. Мы обсудили с Анатолием Николаевичем эту ситуацию и он вышел с предложением о том, чтобы создать ассоциацию курортных городов России. Но это в первую очередь касается Азова Черноморского побережья. Один из вопросов, чтобы наш турпродукт, который мы готовим, он должен быть конкурентоспособен с выездным туризмом. А для этого нам надо объединять усилия всех городов. Туристы, которые прибывают, они хотят уже побывать за короткий промежуток времени, например, за 10 дней, за 14 дней, они хотят побывать в Сочи, в Новороссийске, в Ялте, в Феодосии. Для того, чтобы реализовать этот проект, во-первых, должна быть транспортная доступность, а здесь мы говорим о морском сообщении между нашими городами. Добавлю, что уже заключено 9 межмуниципальных соглашений о сотрудничестве. Представители городов встретятся в Сочи уже 26 февраля. Галина Моисеева, Инга Габешия, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.